Я сегодня буду говорить послание, которое называется на иврите Можно ли удивить Бога? И после всего, после нашего разговора мы четко посознали И надеюсь, вы тоже это поняли, что так и да Здесь на примере Иешуа, да, Бога можно удивить Удивить Его можно, ну очень просто, знаете, своей верой или неверой И сегодня послание будет, которое, надеюсь, будет кратким Я надеюсь, я успею за это время Но будет очень сложным и в связке с тем, о чем я говорил О том, можно ли удивить Бога? Конечно, можно И если вы заметили в моей прошлой проповеди Я всегда связывал вот удивление Бога с таким двум понятием Верой или неверием, да И в этом же я поговорил о том, что с верой приходит еще и благоволение Божье расположение к нам приходит тогда, когда мы удивляем нашей веры Больше, чем мы можем ожидать То есть, когда мы верим в Его могущество Тогда открывается к нам Его благоволение, аминь Когда мы верим, когда мы надеемся Когда мы непоколебимо стоим в тех принципах Писания Бог удивляется нашей вере И выходит на встречу 22 Псалом 6 стих станет нашим основным местом Писания Давайте мы его зачитаем Так благость и милость Твоя досопровождает меня во все дни жизни моей И я пребуду в доме Господне многие дни В этом стихе вот интересный, фундаментальный, как бы такой обзор Вещей, которые должны быть в нашей жизни Так благость и милость Твоя досопровождают меня во все дни жизни моей И я пребуду Когда ты уверен в Боге, когда есть в тебя вера И Бог сопровождает твою жизнь именно благоволением Тогда хочется оставаться в доме Божьем до конца жизни Я вспоминаю сразу тот инцидент, который произошел у нас однажды в общине Мы собирались в власти украинки И там у нас была одна очень интересная бабушка, старушка такая И во время собрания, когда делались мы отрывок Торы Вдруг мне говорят Ребе, Ребе, Ребе У нас человек умер на собрании Там моя жена перепуганная такая, Татьяна А перед ней сидела женщина, как Кх-кх-кх-кх Ей плохо стало, она Кх-кх-кх-кх И позинела, и больше не дышит Мы нашего Ториста говорим Стоп, стоп Человек умер Надо молиться хотя бы Или скорую вызывать И останавливаемся А он не останавливается Типа Слово Божье в первую очередь А потом уже воскресенье из мертвых И момент такой Я такой остановил Начали молиться Люди начали молиться Она такая Проснулась Ну как проснулась Вернулась к жизни И Таня ее везет Как бы вывели Вызвали скорую Везет ее И она говорит А что случилось? Что со мной случилось? И Таня говорит Вы умерли И нам это не Она говорит Ой Как я всегда мечтала Умереть на собрании Я говорю Не, не, не Не на нашем У нас уже было Несколько эксцидентов Потом Отвечай Потому что когда привозишь людей Либо в морг Либо даже в больницу Ты поломала Что-то Ногу Там же заводят Сразу уголовное дело Еще ничего не произошло Уже Ты виноват Потому что Личок умер У тебя прямо На сцене Знаете Вот И момент такой Да благость и милость Твоя сопровождают И я пребуду В доме твоем Пока не умру Да Но ничего И вот этот тендем Веры И благоволения Важен Не только для Сегодняшнего дня Это важно Для всей нашей жизни Именно большой Перспективы к будущему Потому что мы Всегда можем Вспомнить прошлое Даже на том Что мы находимся В настоящем Но нам Перспективы веры И благоволения Божьего понятия Нам нужны Для будущего И очень многие люди Особенно те Кто давно Верующие Сталкиваются С переживанием Знаете каким переживанием Вот я встречаюсь С людьми Которые уже давно Верующие Кто-то 10 15 Кто-то 5 лет Кто-то уже 20 лет Верующий Да там уже давно Как бы покаялся И когда с ними Разговариваешь И вдруг у них Проскальзывает Такое Такое состояние Ну я не знаю Ну не совсем Уверен Ну что Бог делает Такое состояние Сомнения Я говорю Подожди Секундочку Это сомнение Как волна Которая поднимается На тебя Заклеснет И все И дальше уже Капец Но я хочу сказать Что сомнение Еще никого Не довело До счастливого Состояния жизни Я пока не находил Людей Которые сомневались И были счастливы Они вообще До неба не доводят Разве что До гробовой доски Постоянно сомнения Сомневаешься И вот она начинает Тебя мучать Вот Бог есть Или нет Он спасает Не спасает Дает нам Жизнь Или не дает И сделает Одно или другое И оно тебя Мучает постоянно А разочарование Как сушит кости Дайте вот А если сушит кости Так как долго Ты проживешь С этим Так что я говорю Что сомнения Приводят Разве что Как к гробовой доске Но смотрите Удивить Бога Возможно И когда мы Удивляем Удивляем Его Тогда благость И милость Будут сопровождать Тебя Во все Дни Жизни Твоей Не только Прошлое Как бы ты удивлялся Вот я удивлялся Когда Бог делал Или сейчас удивляюсь Вот что происходит Сейчас Тоже удивление А именно Когда ты Веришь Бога Надеешься Твердой верой Великой верой Тогда Благость И милость Они будут сопровождать Тебя Всю твою жизнь Но для этого Есть ключи Легко Легко Просто Сдаться Когда-нибудь Вы доходили Такой ручки Все Больше Не хочу И раз Только Попу свою Пятую точку Посадил на стул Говорит Все Не хочу Говорит Не жена Она мне Больше Не жена Все Конец Приходит Такой момент И вот Этот момент Просто сдаться И оставить Служение Легко Когда приходит Беда Неотвеченные Молитвы Ожидания Неотвеченные И знаете Самое трудное Когда еще Люди Тебя разочаровывают Одно дело Когда разочаруют Тебя неверующие Ты им благовестуешь И уже долго С ними ходишь Говоришь Они тебя просто Разочаровывают И ты думаешь Все Нормально Разочаровали меня Но это ради Господа Типа знаете Страдаю ради Господа Они тебя унижают Они тебе говорят Они даже В общину Или в церковь Не приходят Обещают Но ничего не делают Да Но одно дело Это неверующие люди А самое хуже Самое тяжело Дела состоят С теми Кто должен Приносить тебе Радость Совет Надежду Свет какой-то Тогда вот эти Разочарования От людей Которые Сияющие В Господе А они На самом деле Самые-самые Сложные Когда они Эти люди Которые вокруг тебя Тебя Разочаровывают Если мы Не будем Бодрствовать Мы можем Стать Самодовольными Самодостаточными И независимыми Не имеется Ввиду Не быть Самостоятельными Но когда мы Вот Не бодрствуем Мы Можем Перестать Верить Богу Что он Что-то Может сделать Иное Чем мы Ожидаем И наша вера Спасителя Становится Просто Статусом Знаете Таким Как люди Любят Значок Партийный Ставили Помните Да Принадлежность Каким-то Партиям Мы Как верующие Люди Свят Значок Поставили И Чтоб Все Знали Кто Мы И откуда С какой Мы Общине С какой Мы Церкви Знаете Страшно Когда Ты Приходишь В состояние Где Ты Самодостаточный Самодовольный Независимый Ты Богу Перестаешь Доверять Ты Вообще Забываешь Что Бог Можете Делать Чудеса Просто Становишься Обыкновенным Среднестатическим Верующим Со значком Знаете Как часто Вы Встречаете Таких Верующих А в Одессе Это легко Если Ты пойдешь Как раз На привоз Там все Друга Уже Все знают Все туда Ходят Потому что Там дешевле Но Не факт Но Не факт Часто Мы Встречаемся С теми Кто Покаялся Лет Двадцать Назад И Мы Их знали И познакомились На какой-то конференции На каких-то Евангелизациях На каких-то Событиях Мы их видели Мы знали Что они Верующие люди А теперь Мы встречаемся С ними Здороваемся С каким-то таким Сожалением О них Как ты? Они где? А что? Да Этот пастырь Служитель Эти люди Эта церковь Это То и другое Третье С таким Вот они Не только Сарказмом Унижением А с Таким Недоверием Общаются Ты Здороваешься И уходишь С каким-то Осадком Неприятным В таком Досаде Что вообще С ним Встретился Что когда-то Его знал Вообще Ты никогда С ними Может быть И не дружил Если бы Ты никогда Покаялся Не встретился С ним На собрании Где-то Еще И ты Замечаешь Таких людей И Эти люди Как вот Понятно Что у них Какого-то Обновления Или мышления Вперед Нету И ты понимаешь Что Ни благость И ни милость Не сопровождает Их теперь Вообще Порок Еремия Обращается К Израилю С надеждой Он говорит Слово от Бога К народу Который был Избран Нести свет миру Это народ Которому был Обещан Машиах И вот слова Эти те К людям Которые Наверное Где-то Разочаровались Где-то Может быть Приткнулись И вот Эти слова Как раз Вот Что вы услышали Мы эти слова Очень хорошо знаем Ибо только Я знаю Намерение Мы будущее Еще не можем увидеть Но я покажу Что можно увидеть Мы будущее Как бы Не видим Но Бог говорит Только я знаю Мои намерения Как и имея вас Говорит Господь Намерение На благо А не на зло Чтобы вам Чтобы дать вам Будущее И надежду Сегодня только У Бога Есть та надежда И будущее Для Украины Для наших городов Сел Надежда На будущее Не на прошлое И не на настоящее А на будущее В этих словах Бог говорит Именно о своих Планах Не только На сейчас Не только Что было В прошлом А то Что он хочет Иметь планы Для нашей жизни В будущем И наша с вами Надежда На будущее Не может быть Постыженной Она не может быть Постыженной Она не может быть Чтобы на ней Насмехались То что Мы верим И вот послание Крилина Пятая глава Пятый стих А надежда Не постыжая Потому что Любовь Божия Излила сердца Наши Духом Святым Даной нам Если в нас Живет Дух Святой То Именно Преспектива Будущего Не должна быть Кислой Не может быть Кислой Потому что Если она кислая Тогда нету Надежды Если оно плохо Так все Тогда Кто может ее Справить Тогда зачем Верить вообще В Бога Который Меняет все Ситуации И обстоятельства И подача Павел Говорит Послание к Криму На 8 главе 24 стих Ибо мы спасены В надежде Надежда же Когда видит Не есть надежда Ибо если кто видит То чему еще И надеется Но когда надеемся Того чего не видим Тогда ожидаем В терпении Мы просто ожидаем Ждем Когда этот день Настанет Нос Как говорится С улыбкой На устах С желанием Видеть этот день Происходящим Так же и Дух Подкрепляет нас В немощах наших Ибо мы не знаем О чем молиться Как должно Но сам Дух Ходательствует за нас Воздыханием Неизреченными Да Испытывающий же Сердца знает Какая мысль Духа Потому что Он ходательствует За святых По воле Божьей Для чего нам дан Дух Святой Чтобы молиться И вдохновляться Потому что Он дает надежду В Боге Он дает уверенность Как я Когда закидывается В будущее И мы получаем Надежду В Боге Что так не будет Всегда И всегда так не будет От этих слов Да Вот этот стих Вдохновляет Лично меня На великую веру На такую Которую удивляет Бога Я верю Что я Где-то Бог удивляется И в моей вере Надеюсь Как и вашей Для одной цели У него только Одна цель Она заключается В том Что Бог Нас не оставит И я имею Это уверенность Что Бог Меня не оставит Даже если Я споткнусь Упаду Даже если Я расшибу Свой лоб Лысый Голову Останется Только какой-то Шрам Но я буду знать Что мой Бог Поднимет меня Потому что Надежда только на Него Не люди меня поддержат Не государство Не правительство Не прошлое Не настоящее Только будущее В Боге Может удержать меня Данный нам Дух Святой Сперва подкрепляет нас А затем Ходатайствует За нас Перед Богом Так что Дорогие Каждый день У нас позитивный день Начинается с молитвы Обращение к Богу Мы будем видеть Божье благоволение Сопровождающее нас Чтобы мы с вами Прибыли В Божьем доме Многие дни И если у меня Такое состояние В Боге Тогда я буду Идти к Нему Я буду находиться В доме Божьем Я буду служить Я буду помогать людям Возможно Сегодня мы В очень непростое время Живем А мы так и да Этого не ожидали Вообще-то На самом деле Никто не ожидал И нам немного Грустновато Страшно И что там будет дальше Мы себе спрашиваем Что будет дальше Мы даже не ожидали Что По нашей инфраструктуре Будет Гасить Для того чтобы Просто нам не дать жить нормально Чтобы С надеждой Что мы все-таки Замерзнем И где-то мы Приползем Попросим газу Так газом Только не надышися Понимаете Да Там тоже газом Нас травили Когда-то Но мы выжили Мы выжили Мы дойдем дальше Только Богу Одному известно Что нам с вами Придется пережить Знаете Но мы должны прийти К этому положительной части Лучше мы уже Знаете Вот Может быть Пережили Люди иногда думают Ой В прошлом Был газ за три копейки Льготный проезд На трамвае Мы как будто Живем прошлым Знаете Вот Общественным мнением Мы живем конференциями Которые были На стадионах Силы Евангелизационного служения И так еще много мелочей И целый воз у нас Да Мы можем жить Прошлым И думаем А теперь Что ждать Что дальше будет Что будем делать И мы хотим сказать Полная жена Говорим Полная тьма В перспективах Тем что происходит С чиновниками нашими Да Ну так честно говоря Иногда мы так Говорим Не полностью Полная тьма А мы еще выражаемся Так хорошенько А может нужно перестать Может нужно изменить Знаете Перестать верить лжи Врага Который В наши уши Говорит слова Которые Может быть И правда какая-то есть Знаете Но враг не заинтересован Чтобы мы были Благословены Чтобы Божье благоволение Сопровождало нас И фактически В Эдемском саду Подошла Та же самая тема Неужели Бог сказал И дьявол Критически Говорил В перспективе Что вас хорошего Ждет в будущем Разве Бог сказал вам Правду Ну может быть Но не всю Перспектива Я могу сказать С уверенностью Что Богу Которому я служу Он Обращает Печаль В радость Тяжесть В облегчении Бедствие В процветание Я верю этому Богу Потому что Через все Писание Как бы мы Них смотрели Как плохо бы ни было Израилю Как они не грешили Не падали И он забирал их Отправлял В этот самый В Гелут Да мы говорим Гелут Это В плен И над ними Издевались Их обживали Но везде Приходит время Когда приходит Обновление Приходит надежда Они восстают Из пепла И знаете Как всегда говорят Сегодня Где-то что 17 миллионов Евреев Это же совсем мало Но похоже Что они везде Такое состояние Понимаете Да Как и сегодня Сегодня Люди поедутся В Европу Да Сегодня Сегодня говорят Слушайте Уже достали Украинцы везде Понимаете Я хочу Чтобы вы услышали Не будет Такого Что народ Уничтожен У нас есть Надежда На Бога Кто может Сказать Что будет Завтра Кто Ну Сможет Сказать Какая бы Ситуация На фронте Как она Сложится Что будет У нас Со снабжением И Энергоносителями Бог может Он не только Предваряет Свои планы Для каждого Из нас Но Он и так же Не скроет Своих планов От тех Кто его любит Почитает Тех Кто искренне Верит И надеется На него И местописание Для этого У нас есть Господь сказал Скрою ли я От Авраама То что Собираюсь Сделать Бог говорит Я не скрою От кого Он назвал Его другом Ты друг Богу Бог Чтобы В друзьях Ты понимаете Да Он говорит Скрою ли я От Авраама От моего друга То что Я хочу Делать Дальше Амос говорит Третья глава Седьмой стих Ибо Господь Бог Ничего не делает Не открыв Своей тайны Рабам Своим Пророкам Раб Павел говорит Я раб Господа Бога Я раб Я подчиняю Потому что Он Мои отношения Бои не Чинить Ничего Господь Бог Не выявши Таимницей Своей Своим Рабам Пророкам Он открывает Это Это чувство Уверенности Приходит Ко всем Верующим Людям У нас Есть Это чувство У нас Заложено Это чувство Через Взаимоотношения С Господом И уверенность Невидимым Уверенность Невидимым Вера Есть Осочисление То что Нас Двигает Дальше Царь Давид Пишет В 30 Псалме Следующее Начальнику Хора Псалом Давида Если заметите В ваших Библиях Если вы читаете Там В скобках Дальше Взято Во время Смятения Есть такое Во время Трудное Подчеркивает Что Давиду Было нелегко И вот Заметьте Что Давид Обращается К Богу Когда Был В замешательстве Он был С серьезной Ситуацией Который не знал Что дальше Будет происходить Он не понимал Что происходит Ситуация Очень серьезная На тебя Господи Уповаю Да не постыжусь Во век По правде Твоей Избавь меня Преклони Ко мне Ухо Твое Поспеши Избавить меня Будь мне Каменность Твердыни Домом Прибежишься Чтобы спасти Меня Ибо ты Каменная Гора моя Ограда моя Ради имени Твоего Води меня И управляй Мною Он говорит Я полностью Доверяю тебе Управляй Я твой Навеки Я твой Я надеюсь У тебя Я знаю Что ты дальше Выведешь И здесь Украинское слово Которое мы Читаем Сумитя Это Непоки Мы всегда Мы всегда Можем Мысленно Вернуться В прошлое Каждый из нас Кто из вас Не может вернуться В прошлое Вспоминать Хорошие времена Ну плохие мы Так всегда помним Напоминаем Своим Близким и родным Вы замечали Да Что мы Когда мы С кем-то Чуть-чуть Поссорились У нас Трение Мы вспоминаем Самое плохое А вот и это А мы Никогда В этих Трудных ситуациях Не вспоминаем Слушай А так было Хорошо Вспомни Как ты любил Меня И так далее Мы почему-то Вспоминаем Только плохое Мы всегда Можем вернуться В прошлое Когда Господь Благословил Нас Открытием Знаете Бизнеса Когда мы Открывали бизнес И тут Открывали все Возможности И были поставщики Кто-то Предоставил тебе Скидку Кто-то тебе Дал возможность Да Тебе Ты пошел Подписать Разрешение На фоб И быстро Получил Ты говоришь Такое было Благоволение От Бога Ты говоришь Только Бог Это мог открыть И мог сделать это Люди Часами там Стояли Я такой Пришел туда Подошел ко мне Раз Мы подписали Я уже в бизнесе Мы так радовались И мы помним Как это было Что у нас были Хорошие отношения Моменты Которые мы Не можем забыть И у нас еще Ко всему Много было сил У нас было возможности И самое главное Мы были молодыми Это ключевое слово Мы были Знаете Писание говорит Что? Побегут Кто? Старики Молодые Точно А вот старикам Попробуй На пятый Десятый этаж Без света Тут я С Олегом Разговариваю Говорит Я пару раз На десятый этаж Сходил У меня одышка Началась Как бы так А всего лишь Инструменты Что там Отвертка Два Этих самых Там Пена Баллончика Таких Всего лишь Всего лишь Сходил Но я вам хочу сказать Что не Смотря на возраст И нашу историю Божье благоволение Сопровождает нас Всю нашу жизнь Доколе Есть дыхание В нашей Наших легких Аминь Всю нашу жизнь Мы не можем жить Прошлым Мы не можем жить Прошлыми победами Как бы Знаете вот Нам нужно жить Вообще-то Будущим Прошлое Они же все Прошли Но если даже Вы успешны Скажите Что еще будет Больше успеха Если вы имели Как-то один оборот Финансовый Вы будете иметь Другой оборот Но лучший Я верю Что только Бог Это сделает И Он Увидит Это все В Писании Мы можем увидеть Знаете Бог говорит Не только о том Чтобы мы Не как бы Будущее смотрели Он говорит Вы да Действительно Вы должны вспоминать Что я сделал И праздновать то И в Торе Говорится Особенно во второзаконии Я Господь Бог Который вывел Тебя из земли Египетской Он говорит Помни что ты был рабом Помни и празднуй Особенно когда мы празднуем Песах Особенно тогда Когда мы празднуем Что мы стали свободны Мы были рабами Бог сделал чудо Вспоминать Но также важно Помнить что Бог говорит Через Новый Завет Мы читаем 1 Корифянам 2.9 Но как написано Не видел того глаз И не слыхало уха И не приходило То на сердце человека Что приготовил Бог Кому? А самая Это любящих Его А за что же Его любить Если у меня так все плохо? Мы должны определиться Мы Его любим Мы отдаем свою жизнь Мы наслаждаемся ими Мы проводим с Ним время Потому что с любящими Его Мы проводим время Да? Мы с друг другом Если мы женаты Мы с друг другом проводим время Мы же должны это делать Мы должны радоваться В этих вещах И вот Песах говорит Что Он приготовил Для любящих Его Если вы уже долгое время Не имеете Божьего благоволения Это не означает Что Его рука Скудела для помощи Абсолютно Его рука Не скудела для помощи Он еще не раз Нам поможет И помогает Нам нужно просто Определиться Насколько мы хотим Его удивить Не теряйте никакой надежды Смотрите в будущее С энтузиазмом Потому что Кислых лиц нам хватает Не только на привозе Поедете на большой наш ЖД вокзал Либо пойдете еще На Дерибасовскую Сегодня люди С этой миной Которая ходит Совсем не ободряют Знаете Помните историю Начальника синагоги По имени Иаир Кто помнит Такого Два человека Похоже Что нам нужно начать Опять библейскую школу История начальника Синагоги Который Припал к ногам Ишуа Просил исцелить Его единственную дочь Помните Он пришел Поклониться Припал к его ногам И начал Упрашивать Исцелить его Единственную дочь Которая была 12 лет 12 лет Это девочка Которая еще Не отмечала Свою Бат Митсуу Девочка Которая еще Не имела Не пережила Свадебной хупы Ту которая Не узнала Радости Воспитания Собственных детей Понимаете О чем происходит У него Единственная дочь Которая болеет И умирает Он приходит Падает К его ногам Верит Что он может Его исцелить Иначе Будущее Нету Приди Обнови Мою надежду Благоволение Потому что Если ты дал мне ее Ты благоволил Ишуа с огромной Толпой И с Иаиром Идет к дому Иаира Начальника синагоги С надеждой Исцеления И Иаир Ишел с надеждой И толпа Ишла туда Потому что все Ишли туда Посмотри Что будет Что произойдет И тут На пути Его остановили Женщина Нужно было Еще ей Влезть В эту толпу Он говорит Подождите секунду Вышла от меня Сила Кто-то прикоснулся С верой Пока поискали Кто Время прошло Пока еще Поговорил с ней И ободрил ее В том Что она дочь Как бы Получила Со своей верой Исцеление Пока разговаривал Приходит К Иаиру И говорят Поздно Все Какое состояние Кажется У человека Была вера Пришел К Ишуа И тут Мы всей толпой Идем Смотри Как будет Исцеление Нужно было Этой женщине Еще Вписаться В эту толпу И занять Столько времени Если бы Не эти 15 минут А если бы Не эти 20 Или там Полчаса Я не знаю Как долго Разбирались Моя бы Дочь Уже получила Исцеление Как много Из нас Вот так Думают Иногда Вот если бы Не это И не другое И не четвертое Но и дальше Я буду читать Лука 8 глава 49 стих Когда он еще Говорил Это приходит Некто из дома Начальник Если ногой Говорит ему Дочь твоя умерла Не утруждая Учителя Но Ишуа Услышав Это сказал ему Не бойся Не бойся Только верою И спасена Будет Придя же В дом Не позволил Войти никому Кроме Петра Иоанна Иакова И отца Девицы И матери Все плакали Рыдали о ней Но он сказал Не плачьте Она не умерла Но спит Дальше смотрите И смеялись Над ним Зная Что она умерла Он же Выслал всех вон Взял ее за руку Возгласил Девица Встань И Возвратился Дух ее Она Тот час встала Он велел Дать ей есть И удивились Родители ее Он же Повелел им Не рассказывать Никому О происшествии Слово удивились Они опять Удивились Я привожу Этот пример Не только По причинам Что конечно же Что Ишуа Будет с нами В самое сложное время Что он посвящен В этом Что он Уделит нам Время Которое необходимо Даже когда Приходит Реальность Реальность Такова Что девочка Умерла Это реальность Даже Даже В этой ситуации Ишуа Был рядом И Будет вместе С нами В нашей Реальности В нашем Банкротстве На потере Близких Может быть Финансов Возможно Быть квартиры Земли И так далее Он будет Семно С нами Второе Что Даже В этой Реальности Есть надежда Которая Нас Не постыдит Не будет Нам стыдно Что наш Машиек Пришел К нам В дом И он Делает То Что он Хочет Делать Она Не постыдится Но я Еще не только Хочу это Сказать Хочу сказать Что Нас Всегда Будут Окружать Люди Которые Не внушают В нас Ни веры Ни грамот Доверия Богу Замечали Таких Людей Постоянно Какой-то Негатив Вы верите К вам что-то Интересное Что-то Удивительное Скажут Ну Не знаю Начинают Носу Ковыряться И предлагать Вам Разный Вариант Как Избежать Например Там Штрафов За то Что вы Не вовремя Еще оплатили Чего-то Там Они говорят Ну нельзя Или Еще То есть Другими словами Всегда будут Люди Которые Окружают Наши соседи Друзья Сочувствуют Что Лучше их вообще Знаете Выгнать Из нашего дома Хочется вот так Вот Ты пришли Начинают Вам ныть А вот Это армия А вот Это не будет победы А вот Посмотри Что там Не достает Это не присылается А это еще И вот А посмотри Ты почитала Кто управляет Вообще миром Что происходит И кто это все Заворотил Знаете Я вам скажу так Нужно ногами Вы Из дома Выгонять Простите Потому что Надеющийся на Господа Не постыдится И в таких случаях Нам нужно вообще Избавиться У нас достаточно информации Иногда есть В интернете Бабушка сказала Тетя Маня Передала На привозе Рассказали А ты слышал У нас всегда Есть информация Которая На самом деле Нас не вдохновляют Они как бы Отрицательно действуют На нас На эти доброжелательные Которые дают нам Разные советы На основании Сплетен Хотя иногда Весьма Актуальными Сплетнями Актуальными Разве Эта девочка Не умерла Это факт Вот она Она мертвая лежит Смеются над ним Да И говорят Ты что Не видишь Разуй глаза Сними очки Посмотри Не дышит Факт Факт И смеются Иногда к нам люди приходят И такие же самые говорят Смотри Пациент больше Мертвым жив Что ты еще хочешь Хватит Не надо Не нужно Не делай Не провозглашай Не живи Будущим Который Бог Тебе положил На сердце У них реальные Может быть Истории Но вот что Происходит Плач Скорби Атмосфера Смерть Иногда Навеивает На окружающих Нас людей Чувства Что Бог Не позволит Благоволению Сопровождать Всю нашу жизнь Это вот Состояние Будет Боже Что еще Нужно нам Неужели Так моя жизнь Закончится Но еще Выслушивает Их смех И даже Аргументы Просто всех Избавил Присутствие И возможности Увидеть чудо Воскресения Из мертвых Он их выгнал Ему не нужны Были те Которые Говорят Это же правда Ну это же правда Он говорит Уходите отсюда Я услышал Ваши насмешки Я услышал Ваши Аргументы Это правда Да Может быть Он говорит Выйдите Вы не сможете Увидеть Ни чудо Воскресение Ни пережить То что Бог Делает Оставил родителей Почему Оставил родителей Не для того чтобы показать Что это может произойти А потому что Он знал Что он Ишел Туда В этот дом По вере И Аира Он пал К ногам И говорит Пойди Пойди ко мне Я знаю Что ты это можешь У меня дочь умирает Приди У нее жизни Еще нет Она не насладилась Женским счастьем Приди Она единственная У меня У меня есть вера И Иешуа идет Потому что он Удивлен был Он пошел И эти родители Удивились Благоволению Божьему Потому что Они Удивили Иешуа Они остались Если вы О чем Бога просите Тогда просите И людей Которые вас поддержат Заберите Уберите Тех Кто вам Мешает И не становится Позитивным Как бы Ну Молитвенным Партнером Те Кто будут Поддерживать Ваши руки В молитве И надежде Или Нужно выбирать Тех Которые Причиняют И Знаете Вот Бодоражат Ситуацию А нужно будет Выбирать Тех Кто верит В Божью победу Или тех Кто Уже все Ваше дело Похоронил Под толстым Слоем земли Кто Будет Рядом В проломе В Божьем Благоволении К вам Но вот В это время В это время В зимы Сложного времени Нам нужно Выбирать Те Кто будет Позитивно Либо Те Кто Будет Постоянно Говорить Нам Другие Слова Мы С вами Удивительные Люди Каждый Из нас Но По причине Волнения Море Мы Можем Видеть Эту Бушующую Находящую На нас Волну Событий Можем Как бы Предсказать Что может Быть Но В тот же Час Мы Думаем Либо Если Эта Волна Нас Накроет Капец Будет Но Я хочу Вам Кто из вас Иногда Просматривал Фильмы Либо Такие Альманахи Или Как бы О Серфинге Серфинтистов Как его Серфингистов Да Еще Выразить Надо Это Все Какое Украинское Слово Будет Для этого Ладно Все равно Вберем То Что Есть Замечали Как Эти Молодые Люди Они Ищут Самую Волну Которая Набегает У них Опыт Есть Такой Чтобы Эта Волна Поднялась Либо Она Накроет Либо Он Сможет Ее Как Овседлать И Прокатиться С таким Чувством Что Ты Покорил Эту Волну У нас Может быть Состояние Либо Мы видим Что Это волна Которая Ситуация Событий Нас Накроет И завертит Нас В этом И мы Не выжим Либо Оседлать Ее Верой И прокатиться И сказать Мой Бог Может Невероятно Родители Увидели Удивились Что Она Встала Они Прокатились На этой Волне Ужаса И сказали Ешуа Ты Достоин Удиви Бога Своей Верой И ты Получишь Благоволение Которое Ты Не ожидал Возможность Которую Не усматривал И никто Не говорил Тебе Об этом Восстановление Которому Ты будешь Удивляться Когда Доктора Говорили Обратное Работу Ты можешь Получить Ту Которую Только Специалисты Могли Делать Бог С тобой Всегда А самое Важное Для каждого Из нас В это Время То Чтобы Мы Выйдя Из этой Ситуации В стране Больше Чем Победители Чтобы Мы вышли Ситуации Которые В Украине Больше Чем Победители Чтобы Мы Наследовали Землю Которую Бог нам Дал Чтобы Мы Не только Ее Унаследовали Восстановили С верой Что Так Не будет Всегда Будет Лучше И сегодня Говорю Вместе Царем Давидом 22 Псалом Господь Пастырь Мой Я ни в чем Не буду Нуждаться Он покоит Меня Злачных Пажетях Водит Меня К водам Тихим Подкрепляет Душу И направляет Меня на стези Правды Ради имени Своего Если Я пойду Долиной Смертной Тени Не убою Зла Потому что Ты со мной Твой Жезл Твой посох Ты приготовил Передо мною Трапезу В виде врагов Моих Умастил Елеем Голову Мою Чаша Моя Преисполнена И этот стих Который мы Сделали основанием Для этой проповеди Так Благость И милость Твоя Да сопровождает Меня Все дни Жизни Моей И я Пребуду В Доме Господнем Многие Дни Только Добро И милосердие Мене Супроводят И будут Повсюду Дни Мого Життя А я Пребыват Ему В Доме Господнем Довгий Час По-английски Surely Your Goodness And Love Will Follow Me All The Days Of My Life And I Will Dwell In The House Of The Lord Forever Он использует Слово Всегда Не Долгие Дни А Всегда И Дальше На Еврите Я Пребуду То есть Слово Такое Конечно Не Не Просто Может Быть Или Хотелось Быть Или Наверное Он Утверждает Конечно Эхтоф Конечно Да Хороший Добрый Благой Красивый Прекрасный Благополучный Счастливый Полезный Приятный Желаемый То есть Постоянство Оно Утвердит И этот Эхтоф То есть Хорошо Утверженное Слово Благо Будет Сопровождать Меня Во все Дни Жизни Моей И по Этой Причине И по Верности Богу Я не отступлю От дома Бога Моего Многие Дни Часы И недели Я не буду Пропадать Я буду Всегда Находиться В Доме Божьем Среди Божьего Народа Потому что Мой Бог Верен И каждый раз Когда открыты Двери Когда есть Возможность Я буду В Доме Божьем И я не Отступлю Я буду Там Пребывать Постоянно Я буду В Доме Молитвы Каждый раз Когда это Будет Возможность Не буду Лениться Потому что Я знаю В Того И верю В Того Кто Даст мне Благо Расположение И Его Благо Расположение Тогда Когда я Верю В Него Поэтому Друзья Я продолжу То что я говорил На прошлой неделе Можно ли Удивить Бога Можно И удивление Это приходит Тогда Когда Он Открывается Нам Мы не только В вере В Него Он удивляется Нашей вере И потом Он сопровождает Это Утверждением Что Сын Мой Дочь Моя Тоф Все Будет Хорошо Все Будет Хорошо Я верю Что для Верующих Людей Это Позитивная Тема Позитивная Тема Я верю В победу Божию Я верю В то Что наши Вооруженные Силы Под милостью Божьей Делают То Что они Могут Делать И рука Божья Сопровождает Хранит Снабжает И дает Победу Я верю Что враг Будет Постыжен Потому что Нелегитимно И не Как вы Скажете Беспринципно Без Всякого Того Повода Сделал То Что Сделал А зло Будет Наказано Может В следующий раз Я прочитаю Здесь Многих Нет Кто А здесь Есть Даже Те Кто Присутствовал Тогда Когда Мы Молились На Екатерининской И греческой Помните И я Помню Алена Пуговкина Подошла Так раз Был декабрь Мы вернулись С поездки И была Молитва На третьем Этаже И Сказали Давайте Помолимся От тех Событий Которые Происходят Сегодня В Киеве За Майдан Как раз Тогда Начались Эти Крышки Начали Жечь Начали Ситуации Кто-то там Уже Был побит Даже Кто-то Был Уже Кто-то Погиб И начали Молиться И Там Четко Я знаю Что Я получил Местописание Которые Которые Зачитал И моя Жена Говорит Я надеюсь Это не Случится Она Просто Переживала То что Я Зачитывал Это Местописание И Восемь лет Спустя Это Произошло Я Не Претендую На пророка Но я Говорю о том Что Бог Верующим Людям Открывает Будущее Если Мы Ходим С Ним Если Мы Приближаемся Доверяем Ему Он Располагает Нас Чтобы Слышать Переживать И действовать Мне Даже Когда-то Когда После этих Событий Уже В 14 Году Нам Говорили О том Что Разве Вы не Видите Откровение Тебе Нужно Спасать Людей Вывозить Людей Из Одессы Ты Ответственный Будешь За всех Людей Которые Там Как бы Могут Погибнуть И Мой ответ Был Очень Простой Если Это Будет Тогда Кто Будет Другу Помогать Если Вы Вывозить Сейчас И Что Сказать Людям Какую Панику Приводить Нужно Быть С людьми Тогда Когда Это Все Происходит Дать Надежду В ситуации В которой Мы Находимся А Надежда Она Не Постажает Поэтому Сегодня Мое послание Очень Простой Очень Простой Удиви Бога И Он Будет Сопровождать Тебя Всю Твою Жизнь Даже До Старости Твоей Ты Будешь Удивляться Когда Постучал К тебе И Сказали Пожалуйста Вот Помощь Как Вы Узнали Во мне Не Бог Сказал Даже Те Люди Которые Сегодня Подходят К Нашему Месту Где Мы Кормим Их Нам Господь Открыл Чтобы Мы Бог Помогать А Если Вы Поспрашиваете Людей Они Скажут А Кто Вам Сказал Они Будут Говорить Как Нам Отблагодарить Вас За то Что Происходит Мы Можны Быть Слышанными Богом И Мы Должны Слышать Бога И Мы Будем Благословены Сопровождать Он Будет Нас Всю Нашу Жизнь Всю Нашу Жизнь Вопрос Следующий Насколько Мы Отвечаем И Я Пребуду В Доме Твоем Видя Все Это Моей Жизни Как Сильно Я Хочу Прибыть В Твоем Доме Как Сильно Хочу Участвовать В Молитве В Помощи Бедным Нуждающимся Посещать Стариков Работать С детьми Молитву Ввести За Израиль За Утрашнюю Молитву За Людей Проводить Кофе Хаус Чашечку Чая Видео Звук У нас У нас Много Служений А хочу Ли я Прибыть В твоем Доме А если Да То У меня Никита Спросил Одну Простую Вопрос А вот Левит Это те Кто Поет Я сказал Левит Это те Кто Служит Те Кто Приносит Уносит Убирает Собирает Идет К людям Поют Делают Звук В интернет Выводят Общаются Поддерживают Добрым Словом Назидают Левиты Все мы Народ Избранный Взятый Удел Возвещать О великих Делах Господних Это Каждый Из нас Если Вы Сегодня Здесь Может быть Первый Или Второй Раз И Спрашиваете Неужели Бог Есть Я Я бы не задал Этот вопрос Когда Приду На Небо Да Вот Я бы Даже Не задал Вопрос Попаду Ли Вообще На Небо Или Нет Если Ты Никогда Не Споведуешь Ишу Личным Спасителем То Конечно же Сложно Будет Этот Вопрос Задать Задать Это Уже Путину То есть Понятно Где Он Будет Да Хотя Для Него Тоже Еще Есть Надежда Вдруг Покается Вдруг Все Становит И Скажет Мне Лучше В Аху Чем Аду Тете Аде Уже Успеем Послушайте Реальность Такова Кто Мы И Как Сильно Мы Любим И Доверяем Богу Мы Сейчас Станем Наши Ноги И Помолимся Искренне В сердце Если Вы Никогда Не Призывали Имя Господа Ишу Мессия Свою Сердце Просто Скажите Ему Поднимая К нему Руку И Говорит Господи Вот Ты Мне Нужен Ты Мне Нужен Не Только Чтобы Верить Тебя Но Чтобы Понимать Что Ты Сопровождаешь Всю Мою Жизнь Меня В Моих Ситуациях Даже И Когда Хочется Иметь То Что Я Хочу Но Не Получается А Изменяются Мои Просьбы Так И Тогда Я Знаю Что Ты Меня Ведешь Амин Просто Поднимай К нему Руку И Говорит Приди В мое Сердце Измени Меня Боже Спасибо Тебе Спасибо Спасибо Еще раз Спасибо Что Мы Верим Такому Богу Который Вчера Сегодня Веки Тот Же Богу Которому Доверять Свою Жизнь Не Страшно Наоборот Это Приключение В Длину Всей Своей Жизни Где Ты Видишь Что Бог Поднимает Тебя И Хранит Тебя Благословляет Уберегает И Продвигает Дальше Расцветаешь Ты Своими Детьми Своими Успехами И Что Бог Он С Тобой Боже Спасибо Тебе За Это Я Благодарен Тебе Спасибо Еще Раз Спасибо Спасибо Спасибо